Друзья, всем привет! Сейчас буду кушать вот такой борщичок, домашний борщ со свининой. Вот, друзья, такой наваристый борщ, классный. Желаю вам приятного аппетита. Аппетита. Аппетита вам приятного. За 5 лет малуша тебя любит. 55. 55. Ну, вообще молодой. ...самых знаменитых театров, где выступал Хворостовский. Ласкало в Милане, митрополитен оперы в Нью-Йорк, мадридский королевский театр. Вечерний спектакль венская опера на через минуту молчания. В Лондоне, где скончался великий певец, в его памяти посвятят ближайшую премьеру новой постановки Регалетто. Дмитрий Хворостовский должен был исполнять геладную партию. Болезнь разрушила все планы и надежды. А сегодня какой у нас день недели? Сегодня среда, да? Бог дал невероятной красоты голос. Бог дал ему удивительно зародительную муну, харизму и удивительно артистичную. Ну возьми, у меня в кармане она, в куртичке. Он так рано ушел. Он останется совершенно необыкновенным, невероятным красавцем, в первую очередь во всех отношениях, и в человеческом, и в духовном, и в музыкальном. Преданный сын, преданный отец, преданный друг. Такой симпатичный был, да? Такой статный. Очень любил Россию. Он создавал возвышенный образ страны. Прав Юрий Хворостовский был, когда написал такие слова, что время, столкнувшись с памятью, узнает о своем исправии, и опыт из жизни затронут в сердца миллионов людей. И память о нем сохранится на очень другое время. Другим темам. Сирия сегодня снова в центре внимания. В Сочи прошли трехсторонние переговоры на высшем уровне, и на первом плане снова национальный диалог, то есть политическое урегулирование. Все, что известно к этому часу в репортаже Олега Шишкина. Трехсторонний самец Сочи еще до начала назвали историческим президентом России. Турции и Иран в таком формате встречаются впервые. Но дело не только в составе участия системы переговоров. Военное, мирное развитие эфири еще два года назад многим казалось нереальным. За это время ситуация кардинально изменилась. Владимир Путин встречает гостей на входе в резиденцию. Хасаном Рухани и Раджепом Эрдаканом Российский президент уже виделся в этом месяце. Теперь лидеры трех стран вместе за этим столом. Так я ничего не пойму. Жень, я еще потом ничего не пойму. А что ты Гриша отдал 100 рублей? Гриша забрал с меня. Какие забрал? Я же ему отдал 100 рублей. Какие забрал? А так как ты ему отдал? Я не пойму, когда ты ему отдал? Сегодня. Так ты сегодня 200 взял? 100 у меня и 100 у Гриши? Да, он мои 100 рублей взял. Ну как причем? Ну как, ну да. Ну как, ну да. А, ну да. Значит, это я действительно люблю. Да, значит, везде старались это... Что? Объегорить. Аааа... На 100 рублей? Нет, я не понимаю, на 100 рублей. Вот насколько? Мы подошли к новому этапу, открывающему возможность приступить к реальному... А ты их что, забрал тогда составом? Нет. 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 Они там лежали. Ты же потом пришел и забрал их. Потом пришел, они под крышкой лежали. А ну их... Значит, ты плохо смотрел. Потому что террористов поддерживали, не смотрел. А зачем... Кризис в Сирии с самого начала сопровождался... Ну ни на что ты расстраиваешь 800 тысяч. Какие 850 рублей? 200 и 650 получили. 230. Ну, 100 рублей я положил на проезд. 100 рублей сигареты взял. 500 рублей тебе отдал. Ты не 100 рублей греша отдал. Вот еще так. Борьба с террористом близится к завершению, но для достижения гражданского согласия не хватит в диалог в обществе. Сирийскому народу предстоит самому определить свое будущее. Согласовать принципы государственного устройства. Очевидно, что процессы реформирования будут непростыми. Ну ты можешь с этих 500 рублей забрать. И тупок со стороны всех его участников. Может смазать. Разумеется, и правительство Сирии. Рассчитываю, что Россия, Иран и Турция... Кипишу. Я не кипишу, и ты врешь. Вот я и выясняю. Усадить за один стол представителей сирийских властей военной оппозиции удалось на переговорах в Астане. Сейчас есть условия для расширения общения. Турция и Иран поддержали российскую инициативу по созыву Конгресса сирийского национального диалога. С удовлетворением отмечу, что президенты Ирана и Турции поддержали инициативу по созыве общесирийского форума Конгресса национального диалога в Сирии. Условились провести это важнейшее мероприятие на должном уровне. Обеспечить участие в нем представителей широких слоев сирийского общества. Здесь, в Сочи. В целом, имеется в виду собрать за словом переговоров делегатов от различных политических партий, внутренней и внешней оппозиции, этнических и конфессиональных групп. Конгресс рассмотрит ключевые вопросы общенациональной повестки для Сирии. Прежде всего, связанные с разработкой параметров будущего государственного устройства, принятием новой конституции, проведением на ее основе выборов под надзором Организации Объединенных Наций. Стороны приняли совместное заявление в нем подчеркивать, что выборы в Сирии должны быть открытыми для участия в различных политических силах. Хочу отметить, что мы пришли к единому мнению. Нам необходимо оказать поддержку для осуществления масштабного, свободного, справедливого и прозрачного политического процесса под руководством сирийского народа. Успех этого процесса зависит от позиции правительственного режима и оппозиции. Позиция России, Турции и Ирана согласованы с сирийской стороной. В преддверии трехсторонней встречи Владимир Путин в Сочи провел обстоятельные переговоры с Башаром Асадом. И связался по телефону с лидерами Израиля, Катара, Саловской Аравии и Египта, а также Дональдом Трампом. Судя по реакции американского президента, который назвал разговор замечательным, усилия России высоко оценили наши заокеанские партнеры. Практически одновременно с переговорами в Сочи в Ариаде началась конференция сирийской оппозиции. И присутствие на ней специального представителя российского президента Александра Лаврентьева – очевидный сигнал о готовности к диалогу. Олег Шишкин, Марат Хабиполин, Георгий Виноградов, Марина Елисеева, Первый канал, Сочи. После трехсторонних переговоров Владимир Путин отдельно встретился с президентом Ирана Хасаном Раухани. Российский лидер еще раз отметил безусловный прогресс урегулирования в Сирии и поблагодарил собеседника за решение приехать в Сочи. Хасан Раухани, в свою очередь, заявил, что укрепление сотрудничества Ирана с Россией отвечает интересам двух народов и не направленно против третьих стран. Более двух с половиной тысяч некоммерческих организаций получат президентские гранты в этом году. Итоги второго этапа конкурса подвели сегодня в Москве. Победители, которые представляют почти все российские регионы, поделят 4,5 миллиарда рублей. Большинство из них участвовали в конкурсе впервые. Репортаж Александра Черепина. Не просто спектакль, урок по изучению образных выражений. К примеру, как объяснить глухонемым детям фразу «сердце в пятце ушло». Только буквально. Вот когда актеры напугают друг друга, маленькие зрители сразу же улавливают смысл. Однажды на съемках мне нужно было объяснить ребятам, что нужно пройти по съемочной площадке, крадучись. И оказалось, что этого слова у них нет словаря, что нет жеста. Я тогда показала, я покралась, и они поняли. Так и появилась идея на базе детской телестудии снимать кинословарь для глухих и слабослышащих детей, а ролики размещать в интернете в открытом доступе. На их создание фонд президентских грантов выделил без малого 3 миллиона рублей. Конкуренция за гранты в этот раз высока как никогда. Проекта с почти 9,5 тысяч. Это, к слову, в полтора раза... Забож такой наваристый получился. Офигенный. Это такое тоже впервые около 30 миллиардов рублей. Общая сумма, которую запросили некоммерческие организации, тогда как бюджет второго и заключительного в году конкурса почти 4,5 миллиарда. Заявки сначала изучала экспертная коллегия. 700 человек. Оценивалась актуальность, социальная значимость. Проект должен уже работать. А грант лишь дополнительный стимул для развития. Окончательный список победителей, в котором больше 2 тысяч НКО, подтвердил сегодня координационный комитет фонда. У нас более 70% всех победителей раньше не получали никогда президентские гранты. Это новая организация. Причем не столичные организации... Та-та-та-та-та-та... Друзья... Друзья, сколько сейчас времени? Время где-то часов 9 вечера. Уже 15.10. Короче, не знаю, что я сейчас буду делать. Вам спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Всем буду очень рад. Постараюсь каждому ответить на комментарии. И всем счастливо. Всем пока. И до новых встреч, друзья. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова